Какая главная потеря российской экономики за этот год? Ох, как бы мы не потеряли наше будущее. Ядва слышала другое слово на букву П. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Это «хочешь жить, умей вертеться». Итак, в сентябре. Попкорн отложили. Залезаете в экран. Обмундирование с собой. Что будет с Россией послезавтра? О! Вот это мой любимый вопрос. С вами Марьяна Минскер. Вы держитесь. Со мной доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Авзан. Александр Александрович, мы с вами встречаемся уже в декабре. Уже пора подводить некоторые итоги. Вот сейчас модно выбирать слово «года». Каким бы одним словом вы могли бы описать все, что произошло в этом году с российской экономикой? Слово «самовыживание», по-моему, является таким точным, потому что, может быть, даже неожиданный факт, который надо обсуждать. Российская экономика устояла. Она не рухнула, как предвидели очень многие экономисты, надо сказать. Но произошло это за счет того, что внутри экономики, бизнеса, внутри людей нашли силы, которые позволили сделать то, что сделано. Поэтому «самовыживание» – вот это результат года. Я от вас слышала другое слово на букву «П». Пожар. Вы говорили в контексте, что пожара не случилось с российской экономикой. А что вы имели в виду? Что могло произойти? Давайте порассуждаем. Я хочу сразу признаться, что не все экономисты, наверняка были те, кто предсказывал иное, но многие, в том числе и я, в марте, когда смотрели вперед, видели гораздо более пессимистическую картинку. Те сценарии, которые я читал в марте, сценарии будущего, в том числе и оптимистические, они были гораздо хуже того, как произошло в реальной жизни. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Потому что что нам представлялось? Что есть несколько факторов, которые могут привести к обрушению. Главный из них – это разрыв логистических цепочек. Представим себе силу санкционного удара. К 1 июля импорт упал до 40%. Это в 2,5 раза падение. Огромная дыра. Как в этих условиях может выживать экономика – это загадочные вещи. Но она выжила. Второе обстоятельство. Понятно было, что под давлением санкций уже с марта началось снижение производства, снижение предложения. Обычная логика кризиса какая? Падает предложение, падает спрос. Из-за этого падает предложение, снова падает спрос. Спираль такая работает. Так вот, не обрыв логистических цепочек, не спираль кризисная, не привели к катастрофе. А почему? Это очень интересно. Что за аномалия такая? Ведь действительно, и рубль не в космосе, ВВП упал ниже, чем ожидали, инфляция не запредельная. При этом мы все прекрасно видели, что в свое время, как лихорадила экономику Аргентины, Венесуэлы, Турцию, то же самое. Во-первых, давайте все-таки с трезвой головой оценивать этот хороший результат. Это не значит, что наша экономика такая же, какая была в феврале. Не так. Потому что это суррогатная экономика. Там многое заменено. Иногда заменено товарами и услугами, которые по качеству хуже, чем то, что было во многих случаях. Ассортимент ниже, конечно. И дырочки остаются. Иногда довольно болезненные, если говорить, например, о нехватке онкологических лекарств в провинции. Это трагические вещи. Это, может быть, небольшие дырочки, но они могут оказаться для людей катастрофическими. Поэтому экономика устояла в целом. Почему? Ведь в марте, скажем, глава счетной палаты Алексей Кудрин, он прогнозировал, что валовый продукт упадет на 10%. Да. И мы публично соглашались в основном с главой счетной палаты, но между собой говорили, что вообще скорее на 15, а может быть даже ближе к 20. А, да? Да. То есть ожидания были более мрачными. 10% – это тяжело, но тоже не смертельно. А вот 20 – это уже социальные напряжения, скажем так. Социальные взрывы, возможно. Потому что 20% – это падение уже тех масштабов, как у нас в России было в начале 90-х. Вот там уже начинаются вещи тяжкие. А вот можно маленькие авто? Вот эти 20%, минус 20% ВВП – это для людей означает что? Потерю работы и бизнесов. Потому что, видите ли, снижение доходов в России люди переносят довольно спокойно. Я хочу напомнить, что после Крыма с 2014 по 2018 год доходы людей упали на 10%. И что? И ничего. Ну, ничего особенного. А вот если человек лишается бизнеса или работы, то он потерял статус, он потерял будущее. Это ущерб его достоинства. Вот это болезненные вещи. Так вот, считали, что будет, ну, наверное, 10%, а может быть больше. А теперь видно, в декабре видно, 3,5%. Почему? Значит, давайте по этапам. Первое. В России рыночная экономика есть, и она работает. Да, перекошенная, с низкой конкурентностью, с большой долей государственного мушества. Но она показала себя, что за 30 лет у нас выросла рыночная экономика. Мы ведь иллюзий насчет рыночной экономики не питаем с 90-х годов, потому что уж очень большие надежды на рынок были в начале 90-х годов. Считалось, что все проблемы решит рынок. Потому что рынок, он вот установит равновесие, расцветет предпринимательство, будут высокие доходы. Оказалось, что рынок равновесие восстанавливает, но совершенно не обязательно в высоком уровне. Есть у экономистов понятие плохого равновесия. При высокой монополизации, концентрации производства, высоких трансакционных издержках, то есть силах трения в экономике, равновесие рынком устанавливается на низком уровне, и все были разочарованы. Но все-таки надо признать, что рынок умеет многие вещи. Даже как государство умеет, и рынок умеет. Я люблю высказывания одного нобелевского лауреата, по-моему, это Стиглер был, который сказал, выбирая между рынком и государством, мы поступили как тот древнеримский император, который должен был судить конкурс двух певцов. И услышав первого певца, он немедленно присудил приз второму. Рынок плохо справляется со своими задачами, но государство делает еще хуже. Вот это мы все посмотрели. за нулевые десятые годы. Сначала про рынок, потом про государство. И, видимо, мы не осознавали, что рыночная экономика работает. Она сработала. Что это означает? Мы ведь сначала как пытались упорствовать в своих заблуждениях, экономисты? Я про себя буду говорить. Разговаривая с топ-менеджерами, я говорю, ну что, мы думали, у вас запас на три месяца, а у вас, наверное, на шесть. Вы, наверное, когда ковид был, создали большие запасы, потому что разрываются логистические цепочки. Они говорят, нет, три месяца, как вы и предполагали. Я говорю, а как? А нам, говорят, хватило трех месяцев, за три месяца мы нашли замены. Хуже, не так, не все. Но, в общем, нашли. Нам хватило трех месяцев для того, чтобы развернуться. Это касается даже довольно сложных технологических задач, потому что, скажем, в цифровых компаниях, если в марте-апреле, говорю, все, вот это больше невозможно, все забыли в России больше никогда, то осенью стали говорить, вы знаете, это очень трудно. То есть оказалось, что бизнес работоспособен, когда ему не мешают. А хочу сказать, что правительство, с моей точки зрения, особенно Центральный банк, действовали очень профессионально. Потому что что они сделали? Они вначале потушили главную опасность, финансового краха. Отказавшись от конвертируемости рубля, но при этом молодцы наши выпускники в команде Центрального банка, они не отдали плавающий курс рубля, они не уничтожили рынок, они его изолировали для того, чтобы бегство капиталов не произошло. Но рыночные механизмы работали, и они их постепенно отпускали. И остальное делал уже бизнес. Если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами, сказал французский мыслитель 19 века. Для экономики эта фраза еще актуальнее, а экономика 21 века развивается через нейросети и искусственный интеллект. Кассы самообслуживания, роботы-доставщики и даже беспилотные автомобили были созданы дата-сайентистами. Это позволяет автоматизировать ручной труд. Средние зарплаты таких специалистов в России начинаются от 200 тысяч рублей. И с каждым годом спрос на них только растет. Рекомендую вам освоить эту профессию в онлайн-школе Skill Factory на курсе Data Scientist. Вас обучат всему с нуля. Возраст, образование и ваша занятость не играют роли. При желании и упорстве все получится. На курсе вы решаете задачи от реальных заказчиков и получаете, главное, реальный опыт, который необходим при поиске работы. На обучении поддержка не заканчивается. В Skill Factory есть центр карьеры, который поможет составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу. Ну а в новый год Skill Factory не могут оставить вас без подарков. День открытых дверей в Билайн поможет понять, как устроена работа внутри компании и узнать о возможностях стажировки уже во время обучения. А комбо из мини-курсов и английский для айтишников помогут быстрее достичь внушительных результатов. Успейте забрать все подарки до конца декабря и получить скидку в 50% на курс по промокоду ARTVI. Все подробности по ссылке в описании. Теперь я хочу сказать о поведении населения. Оно тоже оказалось непрогнозировано. Почему вот эта спирай прервалась? Падение спроса и предложения. Да, предложение упало. И падал розничный товарооборот. Но люди не перешли к так называемому сберегательному поведению. Они не стали откладывать на черный день. Они сочли, что черный день не наступил. Спрос оставался достаточно высоким и в мае, и в июне, и в июле. А потом экономический оптимизм еще поддержало то, что, скажем, мы не связываем обычно эти события, но контрактные батальоны набирались в основном в депрессивных регионах. И когда в регион, где средняя зарплата, дай бог, 40 тысяч... Предлагали 200? Конечно. От 150 и выше. То, конечно, у семьи возникают совершенно другие ожидания. И не у одной семьи, а еще компенсация за ранения, за гибель и так далее, и так далее. Поэтому появились запросы на ипотеку, на приобретение недвижимости там, где этого никогда не было. Осенью, конечно, мобилизация отрезвила, я бы сказал. Но... Этот удар тоже перенесли. Да, пожалуй, сейчас скорее перешли к сберегательному поведению, потому что после мобилизации вообще перестали покупать что-либо, кроме еды и специального обмундирования. никаких ипотек, ничего. Но мы должны учитывать, что появились еще факторы, которые поддерживают поведение населения. Мобилизованно платить деньги. Военная промышленность поднимается на мобилизационных заказах. Поэтому такие города, как Ижевск, Киров, Пермь, где, в общем, много лет соответствующие предприятия не очень много получали. Были, конечно, программы гособоронзаказа, но в условиях мобилизации, конечно, это и рабочие места, и доходы. Поэтому оказывается, что эта машинка крутится. Но я бы, конечно, был очень осторожен в оценках, во-первых, что будет дальше. Да, об этом мы сейчас поговорим. Просто вы говорили, что все дело действительно в адаптации населения и бизнеса. А что это такое, вот эта адаптация? Это хочешь жить, умея вертеться, или человек ко всему привыкает? Нет, подождите. Вот это важно. Это действительно важный вопрос. Это хочешь жить, умея вертеться, больше всего. Потому что адаптации ведь может быть разные. вот испугались, сжались и ждем, как эта бурь пройдет. Да нет, не такая. Активная адаптация. Активная. Потому что ну что делал бизнес? Сшивал вот эти самые цепочки разорванные. Пользуясь тем, что рыночный механизм работает, что можно не спрашивать разрешения, любимая моя фраза из Данилы Грайн, что в России можно сделать очень многое, если не спрашивать разрешения. Вот они очень многое сделали. Поэтому да, может быть неожиданно, но этот результат есть. Результат, повторю еще раз, нынешняя экономика, она реально слабее, чем та, которая была до. И это никакой не экономический подъем, но это трудовой подвиг и предприниматель. А вы и другие экономисты, вы не предполагали, что население и бизнес вот настолько так будет себя вести и будет настолько адаптироваться? Не предполагали. При этом ко мне-то упрек тем более обоснован, потому что я много говорю о культурных факторах экономического поведения и знаю, что существует очень высокая активная, креативная адаптивность в России. но, конечно, что она окажется так экономически важна, я не предсказывал. А вы думали, будет как? Я думал, что люди будут вертеться и будут адаптироваться, но я полагал, что все-таки силы давления внешние сработают так, что скорее будут руины или, по крайней мере, серьезные нарушения, очень серьезные нарушения, а что-то ими будет поддерживать. Но, я бы сказал, сила человеческая возобладала, чему я не могу не радоваться, несмотря на такую противоречивость, сложность, неоднозначные ситуации. Вот если говорить об итогах года, уже можно их начать подводить, какая главная потеря российской экономики за этот год? Как бы вы это назвали? Ох, как бы мы не потеряли наше будущее. Потому что наше настоящее действительно лучше, чем мы могли предполагать. Но, знаете, один из мудрых собеседников мне сказал весной еще, во время первой волны отъездов из России, он сказал, люди сейчас делятся не по признаку остался или уехал, а по признаку допускают они, что в России есть будущее. или полагают, что его уже не будет. И это немножко разные границы. Хотя, конечно, мы потеряли только по данным Форбса миллион человек за эти семь-восемь месяцев, а некоторые полагают, что еще и больше, конечно. Да, это много. Вы говорили, что это 3% всего, да, от рабочей силы, но это много. Потому что, во-первых, это образованные, интеллектуальные, думающие, профессиональные люди. Кто живет в мегаполисах, не от всех. Я вот сейчас как раз к этому веду. Но вроде бы кажется, что миллионы 140, вроде это не очень много. Но, во-первых, это, как я уже сказала, образованные, профессиональные, не бедные люди. А во-вторых, если мы посмотрим 140 миллионов, 45 из них миллионов пенсионеры, 30 дети, остается 65-70 рабочая сила. Из них половина бюджетники, а половина тех, кто занят в частном секторе, работают в сфере услуг. Это продавцы, официанты, то есть остается не так-то уж и много людей. Это серьезная потеря, на мой взгляд. Не сыпьте соль на рану, потому что, конечно, я всегда настаивал на том, что человеческий капитал является главным фактором нашего будущего, и надо делать ставку на человеческий капитал, создавая соответствующие условия в стране. И поэтому для меня это очень тяжелая история, причем если за действия в марте-апреле для власти похвалил, как и многие экономисты, и, между прочим, иностранные и центробанкиры, с которыми я разговаривал, то за действия в отношении человеческого капитала я, извините, не то, что похвалить не могу, я потрясен некоторыми вещами. Мягко говоря. Когда была объявлена мобилизация студентов, да, защитили сразу броню, очень долго висел вопрос про аспирантов, кандидатов и докторов наук. Недели две, наверное, чрезвычайно мучительные. И в правительство был внесен проект, который поддержал новый избранный президент Российской Академии Наук Красильников и министр образования и науки о том, что броню надо предоставить аспирантам, кандидатам наук и докторам. Кандидатов вычеркнули. Поэтому вы меня извините, это не перекосы на местах, это закосы в центре. Разрушили лифт, потому что доктора наук не бессмертны, а появляются они из кандидатов наук. А аспиранты живут не для того, чтобы три года посвятить поискам истины, не думая о будущем. Они вообще собираются стать кандидатами наук. Вот этот лифт разрушили. Это безумие. И, конечно, реальные потери наступили. Поэтому с будущим плохо, с будущим трудно. А вы как сами считаете, есть у России будущего или нет его? Я считаю, что есть. Но только видите ли, оно стало гораздо менее вариативным. Если вы про меня, то мое будущее этим определилось. человеческий капитал надо восстанавливать. Эта работа займет с моей точки зрения от пяти до десяти лет. От пяти до десяти лет. И поскольку мы за столетия пять раз теряли человеческий капитал, то параллельно надо все-таки добиваться таких условий, чтобы человеческий капитал опять не излился в мир, не оставил страну. И пока мы можем над этим работать, я вам скажу, что свежие данные по школам, недавно был профессорский форум, и там обсуждали как раз данные о том, что со школьниками происходит. Мы в начальной школе в первой пятерке наши дети. В мире? В мире. По грамотности, разным видам грамотности, это писат рейтинг. А в средней школе падают сразу на 32-38 место. Так вот, по последним данным по Москве, например, наши школьники в первой десятке, даже в первой пятерке, то есть есть те, из кого растить, по крайней мере, были в момент обследования. Пока еще есть кому проращивать. Хочу сказать, что я вроде должен радоваться по самым свежим данным мировых рейтингов образовательных Times High Education и QS. Мой родной МГУ вышел на первое место в стране по экономике, эконометике, финансам, аккаунтингу, менеджменту и бизнесу. Все, вот мы чемпионы. Но я не радусь, я вам скажу, почему. Да, мы улучшились и вышли на первое место, но мы вышли на первое место, потому что проседают наши конкуренты, потому что у нас уезжает меньше людей, чем, например, в почтенных университетах, которые с нами конкурируют. На первом месте, но без всякой радости. Да, мы будем делать работу по восстановлению человеческого капитала, но вопрос про будущее стал очень проблематичным. Конечно, здесь не только ваша работа, к сожалению, понадобится. Да. Да, человеческий капитал, это огромная потеря, я тут с вами согласна. И еще, как мне кажется, большая потеря, то, что крупный независимый бизнес с международными связями в этом году либо ушел из России, либо окончательно с ростю с государством, перешел под контроль государства. Яндекс свежий тому пример, что вы, кстати, думаете о Яндекс. Я не думаю, что это переход под контроль государства, потому что Яндекс и раньше существовал на основе определенного компромисса. Я напомню, что Яндексу позволили сохранить регистрацию в Нидерландах, но при этом было соглашение о введении государственных директоров в состав Совета директоров, был создан специальный фонд общественных интересов. Видите ли, я бы сказал, что вокруг такого рода крупнейших компаний, особенно когда это цифровые экосистемы, по всему миру идет пляска, правительство таких компаний побаивается и поэтому старается жестче контролировать. Думаю, что Джек Ума приходится в Китае сейчас труднее при новом курсе товарища Си, чем Яндекса. Поэтому я бы пока не считал, что Яндекс попал под государственные потому что ну как Яндексу между нами государственные деньги не нужны. Зачем? У него бурно развивающийся бизнес и мы ездим на Яндекс такси, мы пользуемся Яндекс лавкой или еще чем-то. То есть он вполне на частных источниках от населения может быть растущей крупной компанией. Но важно другое, чтобы Яндекс был компанией будущего, он все-таки создал русский поисковик, который не хуже Гугла, и это очень важно, чтобы на базе этого поисковика появлялись и облачные технологии новые, и беспилотный автомобиль. Так вот, по-моему, новая комбинация состоит в том, что и то, и другое будет теперь развиваться параллельно, стараясь не конкурировать в зарубежном варианте и в российском. А что вы думаете по поводу прихода в Яндекс господина Кудрина? Я рад за Алексей Ленинча, потому что я считаю, что сейчас надо заниматься именно такими проектами, потому что, видите ли, то самое будущее России, которое стало маловероятным, но не перестало быть желанным, оно в частности создается работой с такими компаниями, которые вообще-то результат наших успехов незамеченных многими за предыдущие годы. Потому что я все время повторяю, что за годы ковида понятно, люди были заняты другим. На фронтир вышли российские цифровые компании в очень многих отношениях. От мобильного банкинга Тинькова и Сбера еще раньше, цифровые системы Яндекса, Сбера, теперь Майлеру и ВК, кардшеринг в Москве, который больше, чем в каком-либо мегаполисе, мы оказались одной из передовых стран. Да, это было после ковида, но потом все изменилось. Эти компании очень сильно пострадали после начала войны и мобилизации. Очень пострадали, это я подтверждаю, как человек, участвующий в жизни той и другой компании, я вожу консультативным советом Яндекса по критерикой системе и вхожу в наблюдательный совет Сбера. Очень пострадали, но при этом Сбер практически восстановил обороты. Конечно, не в абсолютных цифрах, но из прорыва, из убытков Сбер вышел и подтвердил цель превращения в цифровую компанию. И Яндекс тоже ищет новую комбинацию. А вот для Яндекса приход Кудрина что означает? Компания как-то изменится? Можно мы сначала пообщаемся с Елисей Леонидовичем по этому поводу? А потом я буду готов подробно отвечать на вопросы. Но думаю, да, потому что с одной стороны Кудрин стратег по мышлению. Он не только известный политико-государственный деятель, он стратег. Плюс он, конечно, фигура, которая остается приемлемой, я бы сказал, для очень разных сторон в минешнем разорванном мире. Это важно. Поэтому надеюсь, что Алексей Леонидович прежде всего с командой Яндекса, которая все равно очень креативная и сильная команда, будет искать новые стратегии, будем помогать Алексею Леонидовичу такую стратегию в компании находить. Это и есть тропиночки в будущее, которые будем пытаться строить. Хорошо. Мобилизация экономики, это же тоже способ государственного регулирования. Вот как вы считаете, каковы шансы, что в следующем году мы увидим резкое увеличение госзаказа под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Не просто госрегулирование мобилизации. Мобилизация стартовала уже, конечно, в нынешнем 22-м. Сначала это было решение задачи, которая, кстати, решена спасти автозаводы. Не в экономическом смысле, а в социальном, потому что автозаводы это опасность взрыва в среде рабочего класса, да еще мы понимаем, что при высоком мультипликаторе, то есть огромной зависимости многих поставщиков, работающих на автозаводе, пожар может распространяться. Поэтому что сделали? Пришли госкорпорации туда, куда раньше вкладывались крупные иностранные инвесторы, откуда они ушли. Спасли занятость. Да, сейчас они будут производить, конечно, никакие не новые российские автомобили, а будут производить китайские автомобили по цене, видимо, полтора-два раз выше, чем их аналоги в Китае, потому что китайский бизнес тоже хочет участвовать в прибылях по разделу рынка от ушедших иностранных компаний. Это, кстати, тоже фактор экономического оптимизма среди определенных предпринимательских кругов, потому что идет раздел рынка, карьеры делаются, уехали, начальники уехали, лучшие специалисты уехали, бац, головокружительная карьера у человека. И то же самое компании, которые получили вот эти самые рынки, да еще уровень монополизации вырос, можно цены подвинтить, приподнять, поэтому... Вопрос качества, правда, остается. Вопрос качества понятен, потому что качество будет снижаться. Будут критические точки инфраструктуры, где нужно будет держать качество. Разными способами. В целом будет снижаться. Я возвращаюсь к мобилизации. Нужно заложить новые проекты, связанные с радиоэлектроникой, и так далее, и так далее. Вот что-то там пересмотрели, пересчитали, но мы не скоро увидим эти результаты, потому что то, что мы имеем на сегодняшний день, резко уступает тому, что нам нужно было бы, если говорить о нанометрах, потому что в общем процессоры, которыми мы привыкли пользоваться в передовых отраслях, они такие в России не производятся и непонятно, когда будут производиться. Но опять нельзя сказать, что поиск не идет. Вот была конференция IT в Сочи про то, возможно ли технологический суверенитет. Это реальность или это миф? И там была такая позиция. Вспоминали советский опыт программирования. Аппаратная база-то была еще хуже. Отрыв по уровню аппаратной базы по некоторым направлениям был больше, чем сейчас. Но были другие методы программирования. Поэтому ничего, что железо будет намного хуже. Нужно просто другие методы программирования. Есть программисты, есть математики, которые будут делать алгоритмы. Что-нибудь придумаем. Поэтому там тоже идет такой поиск. То есть не важно, что мы отстанем от мира на десятилетие, но зато свое. Это важно, но важно еще, чтобы работало. Я бы сказал, самое важное, чтобы работало в нынешних условиях. А поиск идет, и к чему он приведет, неизвестно. Я не очень тоже верю в то, что будут прорывы мирового уровня, хотя если вспоминать СССР, мы понимаем, что я по-прежнему полагаю, разговаривая с коллегами с факультета в учительной математике и кибернетике в МГУ, что большая электронная счетная машина, БЭСМ, это был прямой наш путь к суперкомпьютеру, до которого мы немножко не дошли. Теперь дальше про мобилизацию. Мобилизация это изъятие денег. И вот этот шаг сделан сейчас. Создан механизм управления мобилизационной экономикой, координационный совет при правительстве, которые регионы, правительства и промышленности, военные ведомства соединяют, и теперь нужны деньги. Да, понятно, триллион взять у Газпрома, три триллиона у нефтяных компаний и бросить это на военно-промышленный комплекс. Знаете, когда мобилизация дает принципиальные изменения, я бы сказал необратимые, когда объектом мобилизации становятся люди, мы ведь уже переживали такие большие мобилизации. Была Петровская мобилизация, я имею ввиду Петера Первого, да, колоссальная мобилизация средств и людей для того, чтобы совершить экономический, технический, военный скачок. Была сталинская модернизация менее чем сто лет назад. Сейчас разговор начинается, может, повторим, не повторим, потому что сталинская модернизация, внимание, основывалась на импорте оборудования. Почему голод-то потому что собирали все зерно, продавали и покупали оборудование в Германии, в Америке. Мы в обратной ситуации находимся. Вот это штука неповторима. Но, в принципе, мобилизация, такая попытка рвануть вперед, только она всегда подрывается одним обстоятельством. Она практически всегда подрывает человеческий потенциал. При Петре, я хочу напомнить, при самой легендарной и успешной российской модернизации. Мы потеряли десятую часть населения. Десятую часть. Великолепный Петербург стоит на костях, как и уральские заводы. При Сталине прекратили перепись населения, потому что население стало падать. Как видите, в нашей нынешней мобилизации мы тоже уже теряем население. Поэтому граница успехов мобилизации именно в этом. Подрыв человеческого потенциала не позволяет сделать многое, потому что делает не директивы, а люди. Потеря людей – это всегда потеря перспектив. То есть если здесь прямая зависимость, чем больше людей потеряют, тем больше прорыв? Разумеется, мобилизация – это использование людей для прорыва. И денег, и материалов, и природы, людей для того, чтобы совершить прорыв. Но потеря людей – это всегда потеря будущего, всегда потеря возможностей. Поэтому после всех наших мобилизаций следовал, между прочим, такой период попятного движения. После Петра два-три десятилетия в России были очень неблагополучными. Мы понимаем, что и после сталинской модернизации вот мы взмыли, вершина была где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов, а потом начали медленно съезжать. И отошли от мобилизационных методов, потому что человеческий материал был растрачен. Не случайно создатель ГУЛАГа Берии был инициатором его демонтажа, потому что машина перестала работать, людей не хватало. А как нынешняя мобилизация экономики скажется на России, на российской экономике, вот эта нынешняя мобилизация? Не знаю, надо посмотреть. Ну, к чему это все идет? Марьяна, я тут неудачно собеседник, потому что я всегда считал, что выход с неудачной траекторией преодоления эффекта клеи, чем я 25 лет реально, исследованием занимаюсь, он может через два разных способа проходить, через мобилизацию или через трансформацию. Оба способа рискованного не гарантируют успеха. Я хочу сказать, что сейчас вспоминают успешные мобилизации. Слушайте, а мобилизацию периода Первой мировой войны, вам напомните, она была неплохо организована. Там были военно-промышленные комитеты, там были форматы военно-государственного капитализма, очень похожие на нынешние. Нас государственным капитализмом-то не удивишь, он у нас с 2003-го, 2004-го года, как бы сказать, в эмбрионе наметился, а после 2014-го года был очевидный тренд. Но мобилизация времен германской, то есть Первой мировой войны, мы помним, к чему привела. Так вот, в принципе, мобилизации не обязательно бывают успешными, они всегда приводят к подрыву человеческого потенциала и тогда останавливаются, хотя при этом могут дать результаты. А трансформации тоже не всегда бывают успешными, как реформа Александра Второго или Горбачева, и они чреват другим риском, потеря государства. Но я считаю, что трансформации более нормальный выход в будущее, чем мобилизация. Чем мобилизация. Вот это результат моих долгих размышлений и изучения этих самых вопросов. Если вернуться к примеру СССР, есть мнение, что оборонзаказ похоронил советскую экономику, потому что слишком много денег уходило в черную дыру. А где гарантии, что сейчас этого не произойдет? Да, есть такое мнение. Видите ли, после 22-го года тем более, я должен сказать, что все возможно. Но возможны и варианты, которые мы не предвидели в марте. Может быть, что-то пойдет совершенно не катастрофическим образом, а другим. Поэтому нужно просто внимательно приглядываться к тому, из чего складывается это самое будущее и по возможности на это будущее влиять. Я вспомнил, поскольку вы упомянули Алексей Леонидовича Кудрину, у нас с ним в 15-м году был проект очень такой неожиданный. В итоге не получился. и он тогда меня спросил, говорит, слушай, а как ты считаешь, а какой шанс на успех этого проекта? Я сказал, ты знаешь, процентов 5-7, если что-нибудь делать, а если ничего не делать, то ноль. Он говорит, вот это верно. Поэтому я бы сказал, что от мрачных перспектив, которые вы рисуете, которые тоже могут оказаться обоснованными, я бы вернулся к тому, что даже при малой вероятности иных вариантов большего, им надо заниматься, тогда вероятность будет получаться. Вы не раз говорили, что в конце этого года или в начале следующего года начнется мировая рецессия. Мир ждет такой глобальный циклический кризис. Вот что это будет за кризис? Кого он затронет? Каковы его масштабы? Потому что пока, что мы видим? США растет, Китай растет, даже Европа растет. Я бы сказал, что, во-первых, Международный Валютный Фонд каждые две недели ухудшает прогноз, если вы заметите. Это игра такая. Причем, я понимаю, не хотят нагнетать панику. Поэтому то, что сейчас Международный Валютный Фонд полагает, что рецессия будет в США, Европе и Китае и не будет в остальном мире. Я слабо верю в такую перспективу. Я думаю, что рецессия будет мировая. Она будет в 23-м году. К ней, конечно, подталкивают новые факторы энергетического кризиса. Ну и военные расходы разных сторон, в разных странах, они тоже не улучшают, не озонируют обстановку, я бы сказал. Поэтому, правда, кто-то может начать использовать такое стимулирование военной промышленности для того, чтобы удержаться в рецессии, чтобы создавать рабочие места за счет госзаказов и так далее, и так далее. Это и там, может быть, и здесь такая реакция бывает. Но хочу заметить, что не всегда вложения военной промышленности дают такие мультипликативные эффекты. Иногда дают, иногда нет. А что это будет за мировой кризис? На что он будет похож? Ничего страшного. Я думаю, что он будет похож на 2008-2009 год, а вот глубину пока предсказать трудно. И откуда он начнется, тоже пока сказать трудно, потому что сейчас слабее всех выглядит Европа, конечно, причем я бы сказал, больной, наиболее больной выглядит Англия, Соединенное Королевство, но и США, и Китай имеют свои предпосылки для того, чтобы в эту рецессию войти. Но не думаю, что она будет катастрофической или очень глубокой, но два года спада, причем думаю, что общемирового спада, мне представляется довольно вероятным. А что это будет означать для России, да, с учетом нашей обстановки? Это будет и хорошо, и плохо, потому что цены на энергоносители естественно будут падать, потому что если всюду будет падать производство, то зачем жечь энергию и зачем топливо? но думаю, что с параллельным импортом будет легче, потому что ну надо же хоть кому-то продавать продукцию, ну что делать? Да, конечно, вторичные санкции, мы видели такой опасный сигнал, что не только российское предприятие в Зеленограде, но и армянская фирма, и тайваньская фирма попали цепочкой под американские санкции, но тайваньская фирма все равно захочет продолжать деятельность даже в условиях спада, поэтому с одной стороны доходы, конечно, будут меньше, и бюджетные доходы будут меньше, а с другой стороны такое проникновение параллельного импорта будет легче. Что будет после этой глобальной рецессии? После глобальной рецессии, я думаю, будет поворот глобализации в мировой экономике. Сейчас это кажется совершенно маловероятным. Глобализация волнообразный процесс. Я бы очень простой аргумент привел. Да, сейчас, безусловно, идет регионализация, но она идет давно, после кризиса 2008-2009 года, особенно с началом Американо-Китайской торговой войны в 18-м. Для меня аргумент возврата к глобализации очень простой. Никто не отменял Адама Смита. То, что человек делает лучше других, он делает дешевле, охотнее и обменивает на результаты, полученные другими. Это называется разделение труда. Разделение труда в мировом масштабе оно и ведет глобализацию. Поэтому, да, сейчас усиливается биполярность, она, по существу, объявлена 20-м съездом Коммунистической партии Китая. Но глобальная экономика 70-х, 80-х годов тоже была биполярна. Правда, тогда это был не Китай, а СССР. И США. И США. И те же самые США. Россия в этой глобализации участвовать не будет, я правильно понимаю? Почему же? Это задачка поучаствовать в глобализации, потому что разрыв или осложнение отношений с Западом не означает выход из мировой системы. Да, Россия сложнее будет входить в глобальные связи. И сейчас в основном взгляды на Китай устремлены, но это неправильно. Потому что кроме Китая и Индии есть Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Пакистан, Индонезия, Малайзия. Часть из этих стран, так называемые новые большие слоны, они поднимаются. Вот Вьетнам это 100 миллионов населения. Страна с хорошей экономической динамикой. И, между прочим, с антикитайскими населениями. Конкурент Китая. Да, по полуторамиллиардам Китая, но 100 миллионов и Вьетнам это тоже рынок, это тоже направление связи. Поэтому я думаю, что это потребует искусства как от бизнеса, так и от тех, кто пытается заглянуть на 2-3 года вперед. Нам нужно успеть через эти рынки войти в глобальный процесс. кроме того, я не знаю, сколько продлятся боевые действия. Никто не знает. Никто не знает. Но я знаю, что после прекращения боевых действий некоторое смягчение эскалации и санкционных режимов произойдет. То есть вы не считаете, что Россия сейчас на десятилетия отрезана от западной цивилизации, от западной экономики? Нужны какие-то титанические усилия, чтобы это отрезаны? В какой степени? Степень бывает разная. Да, я считаю, что в принципе санкции целиком демонтировать невозможно. Я вам скажу, дело даже не в политике правительства. Нам в гол не приходит, что санкции это передел рынка, кто-то занял рынки. Потом вдруг правительство договорились, говорят, все, мир мы, все возместили. А место занято? Место занято. Они говорят, и что нам теперь уходить? Система страхования же никто не создавал на эти случаи, чтобы страховые компании заплатили за то, что достигнет такой неожиданный результат, как мир во всем мире. Поэтому, конечно, в основном санкции сохранятся, но какое-то снижение может происходить. Деэскалация может происходить. Я даже думаю, что будет происходить. И я вам скажу, какой фактор на это будет воздействовать. Биполярность. Потому что по существу обе стороны, оба полюса сейчас сознают, что они переходят от партнерства к конкуренции. Они хотят избежать конфликта, но конкуренция будет острая. США этот разворот сделали еще при Трампе, Европа этот разворот делает сейчас. Переосознает Китай не как партнера крупнейшего. Бедная Европа, она за один год потеряла двух крупнейших партнеров. Россию и теперь переосмыслит отношения с Китаем. Конечно, тяжело. Евросоюз. А начинает сознавать как опасную независимость и как конкурента. Поэтому вот эта вот конкуренция будет означать, что значение России полюсами будет восприниматься по-другому. Но Россия же не настолько крупный игрок. Видите ли, объеме валопродуктов, конечно, совсем маленький, до двух процентов мирового валопродукта. но в некоторых отношениях не только сырьевых. Крупный. А вы что думаете? Яндекс, Сбер, Мэл, прочее. Это факторы глобальной конкурентоспособности. Я обращаю ваше внимание, что эти компании работали и работают за рубежом. Что Яндекс, который выкинули из Парижа и Лондона, работает в Латинской Америке, осваивает Западную Африку и так далее, и так далее. И Сбер выходит тоже на новые рынки на Востоке. Поэтому, кроме сырья, где действительно важен газ, я бы сказал, и ядерного оружия, у нас есть еще технологические компании. А вы верите в теорию, что Россия с опорой на Китай и Индию могут построить свою особую систему, свой там третий путь? Не верите? Не верю. Я могу сказать почему. Во-первых, опора на Китай и Индию как-то выглядит очень странно. Индия и Китай находятся в противостоянии долголетнем, очень серьезном. Они принципиально разные страны. Китай особенно после 20-го съезда это фактически уже состоявшееся, почти состоявшееся цифровое тоталитарное государство. Мы видим социальные протесты в Китае не до конца состоявшиеся. А Индия напоминает и самая большая демократия мира правда с проблемами кастовой системы и при этом по населению обгоняющей Китай. Я не очень понимаю использование для торговли и Китая и Индии и уже перечислявшихся со мной стран. Да, конечно. Как посредников, как рынков. Потому что, ну, конечно, если две полуторамиллиардные страны и три миллиарда населения у нас не очень далеко от России находятся, надо ли их использовать как рынки, как поля для инвестиций и так далее? Можете и используете. Но означает ли это, что у нас сформируется какой-то особый путь? Не уверен. Потому что, а какой путь? Идти путем, который 20-й съезд КПК провозгласил. Мне путь 20-го съезда КПСС как-то больше нравился. Потому что мы там уже были в тоталитарном государстве. Мы это уже все похлебали. Поэтому повторять эту самую историю думаю, что и не очень вероятно. мне кажется, у многих в нашем правительстве есть большое желание повторить то, что делает Китай. Да, но я думаю, что не только китайские граждане сомневаются в верности курса товарища Си. Хочу сказать, что для меня очень вдохновляющим было наше полевое исследование 20-го года после, в разгар пандемии, по поводу отношения к персональным данным. Потому что наши сограждане не готовы отдавать свои персональные данные кому-либо, в том числе государству. Только в случае крайней угрозы криминальной или здравоохранению, а так они считают, что это их. А персональные данные это очень важная штука. Не только важные для больших данных, для персонального профиля, чтобы не было манипулирования поведением. Это тень человека. Это второе выражение. Люди не готовы отдать себя на веру государству. У нас 30% более или менее считают защищенными данные переданных государства. И только 6% твердо считают, что они защищены. Не верят. А без доверия вы мне извините. Тут вряд ли можно добиваться расширения контроля государственной человеческой жизни. Я вам больше скажу. При том, что экономический прогноз на 23-й год обещает медленные снижения, но на мой взгляд есть фактор риска. Мне кажется, у нас в фундаменте такого общественно-экономического здания трещина, которая создает риск. Я вам скажу, что я имею в виду. Вот помните, как люди протестовали против принудительной вакцинации. Это же был чрезвычайно тяжелый вопрос всюду. И там были очень разные люди. Кто-то грамотный, свободомыслящий, кто-то, исповедующий чрезвычайно странные предрассудки, но таких людей было много. И они принципиально стояли на позиции, что это наш выбор. Вот вакцинироваться, не вакцинироваться. Хотя вроде бы общественная опасность и прочее. Мобилизация в сентябре это снаряд в ту же воронку. Потому что люди же за 30 лет постсоветских привыкли, что политика может так меняться, сяк меняться. Это вы решу. Это нравится, это не нравится, но семья и человек автономный по своему желанию пойти по контракту служить. Да. Сына послать, мужа послать. по убеждениям пойти, но принудительно кушток. Это обманывает ожидания. Но идут же. Подождите, секунду, подождите, подождите. Потому что это и называется общественный договор, социальный контракт. Это обмен ожиданиям по поводу прав собственности и свободы. Это самые глубокие основания порядка. Потому что ведь ожидания-то были какие в марте. Сядьте у телевизора, запаситесь попкорном, посмотрите победный ход спецоперации. Потом говорят, так, в сентябре попкорн отложили, залезаете в экран, обмундирование с собой. Да простите, совсем другая история. Это по социологии судя прошло, вот зубцом таким прошло, ушло. Политических последствий серьезных не имело, поколебались рейтинги, успокоились. Но на самом деле, почему я говорю трещина, ожидания размыты, разрушены, непонятно, чего ждать от государства. А повторяю еще раз, тоталитарного государства россияне не хотят. Что это означает для экономики? Это означает, что в целом плавные снижения, но могут быть случайные события, которые обрушат. Черный лебедь. Может быть, Черный лебедь. например, потому что сколько было таких обманутых ожиданий от поправок в Конституцию, до мобилизации. Стоп, 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 стоп. С поправками в Конституцию, на мой взгляд, был размен предложенный фактически. Там масса социальных обязательств про язык, про стариков, про животных в обмен на снятие ограничений про то цифру. Ну, все равно это был обман. И таких обманов было много. И вот сейчас тоже мы видим обман. А что может стать Черным лебедем? Черный лебедь не был бы Черным лебедем. Если можно было предсказать. Я всегда рассказал подробно, как там у него оперение, когда вылетает. Из какой серии? Кто-то что-то неудачно сказал. Это тоже может быть. Или принято решение в совершенно другой сфере. А вызвало неожиданные последствия. Я ведь просто на основе анализа говорю, что вот давайте будем честными, признаем, что у нас 22-й год сработали собственные силы страны. И мы имеем результат заметно лучше, чем могли ожидать. Но давайте в будущее все-таки смотреть с пониманием того, что может произойти, может не произойти. А в будущем пока медленные снижения, чтобы не говорили супероптимисты. Продолжение снижения и сжатия экономики, но трещинка фундамента. Поэтому возможны неожиданные события, неожиданные движения рынка. Александр Александрович, в следующем году мы будем жить хуже в экономическом смысле, чем сейчас? Или тоже будет дым, а пожара не будет? Нет, нет, хуже, хуже. Ну, мы и сейчас живем хуже, чем в марте. Ну, посмотрите. Будет ли катастрофа, не знаю. Я посредством ответил на ваш вопрос, что по макроэкономической динамике нет, будет ухудшение, медленное. А вот как трещинка сработает, не знаю, предупреждаю, что она там есть. И что будет с Россией послезавтра? Вот это мой любимый вопрос. На него очень трудно отвечать, потому что раньше у нас было несколько ресурсов, на которых мы могли строить наше послезавтра. Ну, тогда это было даже не послезавтра. Человеческий потенциал, но мы про это поговорили, его меньше, а может быть, будет еще меньше. Пространственный потенциал. Ну да, мы вроде бы расширились, но наши коммуникационные возможности резко сузились. Да, прекрасный проект атомного флота на Севморпути. Только у меня вопрос, мы мурманскую рыбу будем возить на азиатские рынки? Мы что возить-то будем? Потому что величие этого проекта, замысла, на мой взгляд, было в том, что он соединял Европу с Восточной Азией другим путем, не через Индийский океан. Поэтому коммуникационные возможности в этом смысле пространственные снизились, инфраструктура мы не можем столько вкладывать в освоение страны, как раньше. Мы и так немного вкладывали. Военно-технические разработки. Ну да, когда-то из средств доставки атомного заряда появился мирный космос, который дал в итоге последствия телекоммуникационной связи, а из атомного заряда возникла атомная энергетика. Но из гиперскеростного оружия пока не видно, чтобы возникло что-нибудь такое, что, например, позволило доставку обеспечить из Бреста по Владивосток. За сколько там минут? Нету пока, нету такого варианта. А так, в целом, рынок вооружений, он маленький, там экономику не сделаешь. Что остаётся? Я мучительно думал, потому что, да, вот это главный вопрос, что мы куски будущего потеряли, нужно искать какие-то ходы и тропинки. Я вам скажу, до чего додумался, да, очень странные вещи. Знаете, пять лет тому назад был большой спор, он был между макроэкономистами, но мне так, в общем, пришлось не вмешаться, потому что была идея, что России нужно было бы поднять валовый продукт на дождь населения. Мы тогда занимали 54-е место в мире, сейчас, наверное, уже за 60-е, то есть у нас очень низкопроизводительная экономика, и макроэкономисты пообсуждали, а вопрос был, от высшей инстанции, давайте поставим такую задачку. Макроэкономисты пообсуждали и сказали, невозможно. Я говорю, вы знаете, коллеги, полтора раза невозможно, в 1,7 возможно, и показал слайд, сделанный двумя французскими учеными, Яна Молганова и Пьером Каю, один из них мой коллега, декан экономической факультета СИАСПО, второй, глава макроэкономической программы Экольполитик. Это исследование, которое показывает, что если бы в соответствующих странах уровень доверия людей друг к другу, обобщенного доверия, был такой, как в Швеции, швеция лидер, 63% положительно отвечает на вопрос, можно ли доверять другому, большинству, то в Англии продукт был бы на 5% больше, на дольше населения в Германии на 7%, в Тихии на 40%, в России на 69%. Ого! И это наш ресурс, потому что недоверие это основная наша потеря. Именно людей друг к другу, не государству. Не государству, а людей друг к другу, совершенно верно. Теперь там рядом в этой таблице с Россией стоит Мексика. Вот против, ну и Мексика. Почему у них тоже низкий уровень доверия? Я могу сказать, третью страну, которую можно поставить туда же, это Турция. Почему? Знаете, что общего между этими странами? Это так называемые разорванные страны по Хантингтону. Это страны, которые отстояли в свое время свой национальный суверенитет при мощной экспансии Запада путем перехвата технологий управления промышленных, военных у Запада. В итоге получилась вестернизированная элита при сохранении традиционного населения. В России это произошло, конечно, при том самом Петре Великом. В Японии при Мэйди в конце 19 века при Кемале Ататюрке в Турции и Турция до сих пор борется вокруг этого вопроса. В Турции очень похожий раскол. В Мексике в 1910-17 году во время их революции то есть в одной стране у нас две страны, две культуры. И мы не одни такие. Вот с двумя сердцами страна. И мы ведь это чувствуем, потому что мы полевыми исследованиями с коллегами по Институту национальных проектов экономического факультета МГО, российской венчурной компании, Центром стратегических разработок, мы это нащупали, мы пять лет проводили полевые исследования, мы поняли, что две страны и Россия, и КАРСИЯ, индивидуалистическая, и КАРСИЯ, и Россия, мегаполисы, Урал, Сибирь, Дальний Восток, что хотят? Свободы, демократии, модернизации. КАРСИЯ, вся остальная территория, что хочет? Государственной поддержки, справедливости, перераспределения. И в отношении к геополитическому расколу, который произошел, тоже ведь две страны, тоже ведь раскол, потому что для тех, кто участвовал в глобальных связях, строил фронтирные компании, это трагедия. Ну, кроме тех, кто сейчас стремительные карьеры делает и рынки делит, для которых тоже трагедия, но вот с доходами все хорошо. А для страны, которые за 30 постсоветских лет вообще практически ничего не получили. Ну, вообще ничего, потому что живут, ну, в общем, так же проблем дефициты решили. Деньги есть, можно что-то купить. А так и вопиющее неравенство. Вот для этой страны как? Для этой страны совсем по-другому картинка выглядит. Вот когда мы к Западу повернулись, вот тут нас обобрали. Вот поэтому ничего не имеют. Такая стандартная логическая ошибка после этого. значит, следствие этого. То, что у нас тут три поколения, как бы сказать, элит занимались внутри страны разными строительством рентных институтов, окончили рент. Это вот сейчас... Забыли. Не то, что забыли, отложили. А ясно, что англо-саксонский мир нам вот эту штуку принес. Почему я говорю про этот раскол, про две страны? будущее, если мы его ищем. И вот ресурс такой есть. Связано с тем, что мы либо найдем способ вот эти две страны соединить, либо будет продолжаться манипуляция. Потому что чрезвычайно удобно управлять страной, где политическое большинство обеспечивает одна страна, а экономическое развитие другое. Каковы шансы, что мы его найдем? Я бы сказал, это зависит от двух вещей. Во-первых, нужна программа трансформации. Я скажу сейчас юридическую вещь. Россия это федеративное государство по конституции. Это означает, что у нас могут быть разные политико-экономические режимы в разных регионах. Вот тут выбирают, а тут назначают. Пожалуйста. Вот тут перераспределение, а здесь конкуренция. Только ресурсы надо, конечно, регионам раздать. Их уже начали раздавать в пандемию, и сейчас тоже придется это делать в нынешних условиях. Региональная возможность возможности все равно должны будут нарастать. Все равно должны, потому что иначе не справятся с ситуацией. Поэтому, во-первых, федерализация. Нужно выявить эти потенциалы. Нужно, чтобы люди свою жизнь попробовали устроить так, как хотят. А потом соединение этих вещей через агломерации, через развитие таких центров, как Москва, Петербург, Екатеринбург сейчас, а уверен, что в Поволжье, Южной Сибири такие центры могут вырасти. Которые общую создают экономику миграционной потоки для К-России и для И-России. Потому что вообще люди должны двигаться, люди должны перемешиваться, что-то другого понимать. И последнее, я бы сказал, это культура. Нужна соответствующая образовательная культурная политика. То есть вообще говорят три вещи. Долгий взгляд на 20 лет вперед. Вот на одно поколение хотя бы семьи. Доверие большинству и договор о способности. А то мы же сидим друг против друга, как в окопах. А потом удивляемся, что страна в такой в интеллектуально-моральной разрухе. Поэтому я не знаю, может быть, есть еще какие-то пути в будущее, но мне кажется, что их осталось маловато. И если мы такую вот национальную экономическую консолидацию не проведем, будущее, конечно, будет, но оно будет печальным. Это была Александра Аузан и я, Марьяна Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова